Бом, барби, я-я Сегодня 1 сентября, это Международный День Знаний, а у нас сегодня День Знаний о Туризме. Все, что вы когда-либо не знали, вы сегодня узнаете. Моя первая пятерка, как вести себя в аэропорту. Бом, барби, я-я Итак, начнем с того, во сколько нужно выезжать в аэропорт. Как правило, у вас есть билеты, билеты могут быть электронными или напечатанными. Регистрация заканчивается за 40 минут до вылета, но желательно приезжать в аэропорт за полтора, лучше за два часа. Регистрация сейчас открывается или за два, или за три часа. Примерно полтора часа, это со всеми очередями, это столько, сколько вам нужно пройти все процедуры, о которых я вам сейчас расскажу. Также, конечно же, вы путешествуете с чемоданом, желательно его упаковать, потому что, как правило, сотрудники аэропорта не очень аккуратно обращаются с вашими вещами. Если вы хотите, чтобы ваши вещи были в целости и сохранности, и чемодан не поврежден, я вам рекомендую его упаковать. Конечно, это уже услуга не бесплатная, стоит она от 50 гривен. И, кстати, зависит цена от того, какого размера ваш чемодан. Если он очень большой, то это будет дороже. Но стоит все-таки помнить, что у вас есть ограничения по килограммам с собой, которые вы можете брать. Один чемодан не может перевешивать в зависимости от правил авиакомпании, или 20, или 23 килограмма. Даже если вы на двоих берете один чемодан и в нем 300 килограмм, вам скажут, что, к сожалению, это перевес. Так что лучше брать на каждого человека отдельную сумку. Потому что одно багажное место, как ни крути, это 23 килограмма, и больше не пропустят. Далее, что вам нужно сделать, это пройти после регистрации. Вы приходите на стойки регистрации. Как правило, есть специальное табло, и вы можете видеть, у вас там номер регистрации. То есть первая под пятую стойку, вы подходите к этой стойке. На этой стойке вам понадобится ваш паспорт, ну и ваш электронный билет. Конечно же, вы можете попросить того человека, который вас регистрирует, что вы хотите вместо окошка, или вы хотите вместо впереди самолете. Так что, в принципе, все в ваших руках, и вы можете выбрать себе достаточно комфортное место. Во многих авиакомпаниях сейчас чек-ин можно делать онлайн. То есть это нужно заранее также узнавать. Вы можете зарегистрироваться онлайн, выбрать место себе в самолете самостоятельно. Далее, после того, что после стойки регистрации, вы переходите на дополнительный досмотр. То есть вас уже проверят ваши сумки, которые у вас в ручной кладе. Помните, что нельзя брать колющие, режущие предметы. И, конечно же, изучить правила компании определенное количество жидкости на каждого человека. Кстати, еду можно проносить с собой в самолет, но, опять же, это должны быть несколько портящиеся продукты. А то, что будет комфортно для вас перекусить, ну и для других пассажиров, чтобы не были всякие неприятные запахи. После того, как вы прошли досмотр, вы проходите на паспортный контроль. Паспортный контроль, вы становитесь также в очередь, предоставляете свой паспорт. Ну и после того, как вам уже поставили штамп того, что вы покидаете аэропорт Борисполь, аэропорт Джулианы, вы проходите такую самую... Все, можно вас депортовывать? Фу, не дай бог. И дальше вы проходите в зону ожидания посадки. У вас на билете, на вашем посадочном талоне указан выход, гейт. То есть, куда вы, как вы попадете в самолет. Но перед этим, если у вас остается время, вы можете окунуться в мир дьюти-фри. Парфюмерии, косметики, одежды, ну, конечно, алкогольных и табачных изделий. Для того, чтобы вам что-то приобрести в дьюти-фри, вам нужно обязательно предъявить на кассе ваш билет. После того, как вы сделали свои покупки в дьюти-фри, вы уже проходите к тому выходу, который у вас назначен в посадочном талоне. В автобус, в самолет вы можете попасть двумя путями. Ну, перед тем, как вы потрапляете у лета, вы действительно стоите у специального автобуса, который вас довозит до самой полосы летальной. Вот это один вариант. Или же вы можете попасть туда через рукав, то есть вам не надо будет выходить на улицу. Вы сразу же по этому рукаву попадаете в салон самолета. В салоне самолета вас уже встречают стюартесы. Вы смотрите на ваш посадочный. Мои мя Жанна. Ну, или стюарты. Вы смотрите ваш посадочный талон и проходите уже на свое место. Также вас ознакомят с правилами безопасности поведения на борту. И, как правило, в самолетах нельзя курить, возле самолетов тоже нельзя курить. Так что, если у вас есть такая привычка, то в аэропорту есть специальные отведенные на эту зону. Но в самолете нужно терпеть, потому что, как курение в самолетах запрещено. После того, как вы ознакомились со всеми правилами безопасности, стюардессы вас с этим ознакомили, вы сложили свой багаж, конечно же, вам предстоит взлет и полет. Ну, мы взлетели и благополучно долетели. Есть еще такая традиция, когда вы взлетаете в самолете и потом идете на посадку, нужно обязательно аплодировать. Потому что это благополучный полет и, будем так говорить, благодарность пилоту за его мастерство. Так что, вот такие вот правила. Вы потом прилетаете в страну, которую вы долетели. В принципе, процедура та же самая. Сначала идет паспортный контроль, потом это уже зеленый коридор и вы можете получить свой багаж на ленте. Так что, такие правила. Так, зеленый коридор, зеленый светлофор, ну и главное, что колори зеленый, это, конечно, позитивный колор, который очень часто асоциируется с туризмом. Потому что это пальмы, это разноманітные насаджения экзотичного забарвления и так далее. Я хотел бы еще сделать некоторые ремарки. У меня был такой не совсем приятный досвід. Когда я влетал до Таиланда, до речи, я запизнився на годину с копейками реестрации. Максимальный лимит, за который вы можете попасть на рейс, это за 40 минут до вылету. И я помню, когда я уезжал, я попал в пробку величезно. Просто я настолько перенервировал. И что самое интересное, когда я ехал до аэропорта по радио, реклама Таиланда, на бигбордах, реклама Таиланда. Я не понимал, что происходит. Не знаю, что какой-то, знаешь, подступный якийсь рок над мной знущался. Но все произошло нормально, я зарегистрировался. И еще один, не менее важливый фактор, что действительно, паление заборонено. И что это может вам стоить, если вы захочете порушить эти правила. Например, у меня был случай, ну, власне не у меня, а на моих очагах. Трапилось, когда человек решила порушить правила и пошла покурить в туалет, закрывшись. Но работала сигнализация. И пилот сказал, что больше он не может пользоваться послугами, кажется, это было МАО, цей авиакомпанії. То есть, действительно, держите себя. Потому что, ну, действительно, перелеты, это такая вещь, что она может триваться как 2 часа, так и 8 часа. Но правила для всех однаковые, и мы должны их выполнять. В тебе все, так я понимаю? Так, ну, и если уже добавлять, что действительно, в аэропорт лучше выезжает заранее, а не за час, за полтора до вылета, все-таки регистрация открывается за 2 или за 3 часа. И если вы хотите быть вовремя, не торопиться, и учитывая тот факт, что, возможно, есть какие-то пробки или какие-то затруднения на дорогах, чтобы вы ехали в аэропорт, свой отдых, отпуск спокойно, чтобы вы не нервничали, а получали удовольствие от самой поездки в аэропорт, и чтобы не торопиться, и у вас было время на duty free спокойно пройти паспортный контроль, таможенный контроль, выезжайте заранее, обезопасьте себя и наслаждайтесь отдыхом.